Молодые вокалисты-педагогу музыкальной школы имени Ремешева Марина Коновалова давали концерт в преддверии православного праздника Средине Господня. В этот день много музыкальных произведений звучало из репертуара известного артиста Георга Отца. И это не случайно. Ребята стали участниками международного фестиваля конкурса, который пройдет в Таллине. Он приурочен к 95-летию эстонского певца. ПЕСНЯ Через два дня мы улетаем. Билеты все раскуплены. У ребят будут четыре концерта в Таллине с оркестром, которые мы везем из Москвы. И замечательный дирижер Юрий Лукьянин со своим оркестром туда едет. Поэтому ребята в этом году будут выступать с большим симфоническим оркестром. В концерте, кроме Таллинской программы, звучали и другие произведения, в том числе и всеми любимые итальянские шедевры. ПЕСНЯ Творческому содружеству Богородице Рождественского храма села Тарычева и историко-культурного центра немного времени. Но результат виден налицо. Все больше людей приобщается к классической музыке. Я очень рада, что у нас вот это общение такое стало значимое, что для нашего города, для наших жителей. И люди приходят на концерты. А, кстати, этот концерт уже пятый концерт в нашем городе, где выступают замечательные молодые голоса, молодые исполнители. Среди молодых исполнителей есть и совсем юный Федор Матов. В свои 12 лет он ужил уряд многих международных конкурсов. Совместное исполнение известной песенки Дунаевского стало настоящим подарком для слушателей. ПЕСНЯ Молодым вокалистам хочется пожелать побед в предстоящем конкурсе. Ну а нас ждут новые концерты. В мае, как правило, у нас этот концерт всегда посвящается Дню славянской письменности и культуры. И специально ребята, вот если, например, сегодня вы слышали не только русские песни, так даже песни исполнены на итальянском языке, да, то там уже будем именно как раз только одни русские исполнять, ребята будут. Так что, надеюсь, в мае мы обязательно, ребята обязательно приедут. Они с удовольствием огромное приезжают сюда, потому что значит, что здесь публика их всегда поддержит и всегда рады им. Людмила Медведева, Владимир Андреянов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.